Всем здравствуйте! Меня зовут Елена, я преподаватель Компьютерной Академии ТОП, и я преподаю компьютерный дизайн. Я приехала сюда из Омска, преподавала там, и теперь я преподаю вместе с вами здесь, в Санкт-Петербурге. Лена, а почему ты выбрала именно компьютерный дизайн? Потому что еще с детства я ходила в художественную школу, на курсы, и также в вуз, и у меня еще все родители преподавателей, они также преподают компьютерный дизайн, и не только, и так меня затянуло как-то плавно в эту сферу, и вот, собственно, я теперь здесь. Мы рады тебя здесь видеть, и подскажи, пожалуйста, почему ты выбрала работу преподавателем? Что именно тебе нравится в работе с людьми? Мне нравится в работе с людьми смотреть на их прогресс, общаться с ними, и вся эта энергия в кабинете на протяжении всей пары – это очень-очень-очень круто. Ты преимущественно работаешь с детьми и с подростками. С кем ближе тебе по духу сотрудничество и работа? На самом деле больше с подростками, так как я сама недавно была подростком, так что я могу понять их и все остальное. А дети еще такие маленькие и не понимают, чего они вообще хотят от этой жизни некоторые, и с ними бывает труднее из-за этого. Поэтому больше мне нравится работать с подростками, естественно. Ты находишь общий язык и с той, и с другой возрастной категории, но с подростками действительно у тебя такая своя дружеская атмосфера. Поделись, возможно, своим секретом. Как у тебя получается с ними дружить? Интересный вопрос. На самом деле ничего там особенного нет. Просто стоишь и разговариваешь иногда с ними, если у них есть свободная минутка, они выполняют задания после того, как уже рассказали материал. Можешь спросить у них, допустим, о жизни, как у них дела, как у них учеба. Им это интересно, когда есть какая-то отзывчивость от преподавателя, то, что типа у них как бы не все равно, то, что они прямо здесь, и мы готовы их поддержать в любом случае. Они общаются со мной, и также я с ними на протяжении пары, и мы с ними как такие «друзья» в кавычках. И поэтому они все время приходят на пары, у них получаются хорошие работы, а также они могут поговорить. Мне кажется, это интересный ход работы на парах, и всем он нравится. А есть какие-то сложности в работе преподавателя именно для тебя? Есть что выделить? Да, когда домашняя работа скидывает в этот же день, когда у тебя урок, и у тебя их потом сто, и ты приходишь домой и такой «ааа, этого было здесь ноль, почему их опять сто?» И постоянно надо говорить студентам, что типа «блин, не скидывайте все в последний день», это надолго типа потом затянется. Так что да, с домашними работами и вот есть проблемка такая. И все любят в последний день все делать. Что ты советуешь ребятам в таком случае? Чтобы они не кидали все в последний день, зачем откладывать? Проще сделать это сразу же после, допустим, пары, когда ты придешь домой, там покушаешь, все свои дела сделаешь. Как раз в памяти это все освежишь, и это запомнится лучше. Также можно работу повторять на протяжении нескольких дней, так как у нас, допустим, та же пара по фотошопу, сколько их? Две в неделю. Остальные дни у них выходные. То есть за эти выходные они уже забывают, допустим, этот материал. То есть его надо периодически, хотя бы по две минутки повторять, чтобы это отложилось в памяти, а не изобрить весь материал. Также та же история искусств. У школьников-студентов есть история искусств. То есть те пытаются преподавать, наоборот, специально без воды, как делают в тех же государственных учебных заведениях, потому что водослушникам неинтересно, это не нужная информация. А если ты говоришь по фактам сразу же все четко, это же история все-таки, им это интереснее слушать. Интереснее слушать факты, а не воду. Те же я им задаю эссе написать. Они думают, что это эссе там, допустим, на 15 страниц, у них начинается паника. Я им говорю, послушайте сюда, зачем вы мне скидываете как бы эссе, во-первых, не на 15 страниц делается, эссе это меньше, чем сочинение текстом, то есть, да, на страничку, может, полстранички. Там по факту же нужно написать то-то, что вы проходили на паре, как раз рассказывалось все без воды, что у вас сложилось в памяти, может, у вас какие-то интересные факты есть, может, вы тоже что-то знаете. Лучше вы напишите то-то, что вы знаете, чем вы скопируете текст из интернета и не запомните его. Я считаю, что это логично. Да, спасибо. Значит, ты даешь советы своим студентам, и, как мы видим, они прислушиваются и следуют им. Спасибо. Ну, пожалуйста. Всем пока!